Разбавили цельное молоко смесью из сухого. Не указали это на упаковке. Цену не снизили. Так недобросовестные предприниматели наживаются на покупателях. В списке таких предприятий оказались и местные производители. Результаты проверок производства и качества продукции озвучили сегодня на заседании по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Фальсификатом такое молоко не назовешь. Стандартам соответствует употреблять и продавать можно. Только обман налицо. Судя по упаковке, молоко цельное, а внутри разбавленное смесью из сухого. Всего исследовано 76 проб молока молочных продуктов. Из них наличие сухого молока установлено в 10 пробах. В обороте, то есть при реализации выявленной продукции, не соответствующей требования технических регламентов производителей, по микробиологическим показателям ядрен молоко, Яльчиковский сыродельный завод, Козловский молочный завод. А по показателям наличия сухого молока, Ядрен молоко, Бурный розовод, СОМ, АКОНТ молоко. Я помню, когда технические регламенты на молочные продукции вообще принимали, утверждали, производители, которые там смешивают с сухим молоком, с цельной молочной продукцией, они должны информировать потребителей, в упаковке должно быть написано молочный напиток. Но вы, к сожалению, я не услышал. В молочном напитке есть надпись каких-то упаковок или нет этой надписи вообще? Нет? Конечно, мы здесь кромогласно должны говорить, в каких это магазинах, какой производитель это делает. Люди просто знали, понимали. В целом Роспотребнадзор с начала года провел 102 проверки. Количество обнаруженного контрафакта продуктов питания не превышает 5%. В этом отношении фармацевтический рынок чище. По результатам проверок Росздравнадзора фальсификата в медицинских и аптечных организациях Чувашии не выявлялось. Однако некачественные или вовсе не лицензированные препараты все чаще распространяют через интернет. В ходе контрольных закупок сайта появляются незарегистрированные лекарственные средства, не прошедшие контроль качества, обращение которых на территорию России запрещено. Так, в законодательстве России отсутствует понятие интернет-аптека. Продажа лекарственных препаратов разрешена только со стационарных точек, имеющих соответствующую лицензию. Закупки препаратов с интернета осуществляет МВД. Экспертизу проводит Росздравнадзор. И на основе их данных Министерство внутренних дел привлекает к ответственности недобросовестных предпринимателей. В этом году, 28 марта, мы на протяжении определенного времени документируем противоправную деятельность одного из лиц, которые через сеть интернет как раз распространяли незарегистрированные лекарственные препараты. 28 марта было возбуждено уголовное дело. По части 1, вот именно статьи 238 Уголовного кодекса, прим. 1. По этому же алгоритму ведомства будут продолжать противодействовать незаконному обороту промышленной продукции в Чувашии. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика.